Шуткими легендами овеяны места пребывания пожизненно заключённых. Но действительность оказывается ещё страшнее. Неприступная крепость, возвышающаяся на острове посреди огромного холодного озера. Вот она, последняя обитель для тех, кто совершил жесточайшие преступления. Здесь отбывают пожизненный срок террористы, насильники и главари банков. Те, кто уже лишены всякой надежды вернуться к обычной человеческой жизни. Лишены всякой надежды на прощение. За каждым находящимся за этими стальными решётками страшные кровавые преступления. Стоять с ним! Не место! Все вы оставаться на местах! Нормальный человек не может не содрогнуться от жизни, Которую ведут здесь осуждённые маньяки, людоеды и педофилы. Но общество имеет право оградить себя от чудовища. Во всех колониях для пожизненно заключённых суровый режим. И пусть никого не обманывают их романтические названия. Например, белый лебедь. Здесь мрак и тоска. От улыбки до слёз. Один шаг. Я убийца-убийца, причём своих братьев и сестёр. Ведь все одного было имени. Одного отца. Тяжёлый на выход. Здорово, за ним. Синец, давай. Третий. Запрещенный, кладёте. Нет. Это повторяется при каждом выходе из камеры. Регламент строг и разработан до мелочей. Язык поднял. Закрыл восходную вставку. Все подобные исправительные учреждения необыкновенно суровы. И всё-таки даже среди них выделяется ИК-6. Колония, получившая известность как Чёрный дельфин. Кузники Чёрного дельфина. Все это осуждённый обязан повторять каждый день по первому требованию. Таковы правила. Главную руку снять. Кто-то видит за доклад? Везли, начальник. Правила желаю, гражданин начальник. Докладывает осужденный Тищенко Станислав Львович, 1944 года рождения. Осужденный по статьям 102, 77, убил 5 человек. Осужденный по статьям 102, 105, 158, 161, 162, 186, 135, 117, 145. Убил 4 человека. 16 июня 1998 года Самарским областным судом предварил смертной казни. Мелюх Андрей Фёдорович признан виновным и осуждён за совершение грабежей и разбойных нападений. Убийство 10 человек. Склонен к побегу. Кудрявцев Николай Николаевич. Совершал разбойные нападения, сопряжённые с убийством. Убил 10 человек. Шестерым причинил тяжкий вред. Среди потерпевших малолетние дети, пожилые и беременные женщины. Склонен к побегу и самоубийству. Каждый, кто находится в этих камерах, осуждён за ужасные преступления. Шестерым причиной, друзья, не натяните. По одержанному по камере осужденный Филимонов Алексей Григорьевич, 1905 года рождения. Осужденный по статьям 102, 1744, 146, 149. Убил 4 человека в 1905 году на Зибирском областном суде при войне. В 1909 году... Кажется, что эта тюрьма – сосредоточие зла. Зайнудинов Исаий Исаевич, 1938 года рождения, совершил террористический акт в Буйнакске в 1999 году, в результате которого погибло 58 человек. Склонен к побегу. Эти собаки – часть режима колонии. Они реагируют только на запах осуждённых. Специфический запах. Первым, кого привели к нам для разговора, оказался вот этот человек. Сказали, что он не хуже и не лучше других. В некотором смысле, типичный узник чёрного дельфина. Маслич Александр Валерьевич, 71-го года рождения. Ранее неоднократно судимый за умышленное убийство. В период отбывания наказания покушался на жизнь сокамерника с особой жестокостью и последующим актом каннибализма. Убил другого сокамерника и съел частично некоторые органы его тела. Все убийства совершал при помощи удавки. Убил четырёх человек. Склонен к побегу, нападению, людоедству. По характеру жестокий, не уживается с сокамерниками. Скажите, это не первая ваша колония, где пришлось побывать? Не первая-то ваша колония, где вам доводилось быть? Не первая. Второй раз. Второй раз, да? А вот если сравнить колонию для пожизни запрещенных и другую, разница существенная? Ну там свободы побольше, свободы выбора. Если где-то не нравится, могу уйти куда-то в другую сторону. А здесь нет такой возможности. Изоляция. А что вот самое тяжёлое здесь для вас? Что самое тяжёлое здесь для вас? Самое тяжёлое, потеря здоровья. Потеря здоровья? У меня здесь мы немного только чувства привели, подлечили, а я болен был совсем. Там я тоже до этого содержался в изоляции, без лечения, туберкулёз, больные почки, травмы головы неоднократные. А сколько лет всего вы провели в заключении? В заключении? Около 20 лет. А за что вас приговорили к пожизненному заключению? Убийство? У меня фактически два убийства, осужден за четыре убийства. Ещё мне попытку приписали. Защиты у меня не было никакой. То есть вы считаете, что вы только двоих убили людей, да? Мною лично двое только убитых. За одного я уже отбивал, по 130 статье непреднамеренное убийство. А второе умышленное убийство было у меня тоже. Но кроме этого ещё были преступления, тоже на мне они все остались. А вы были приговорены к смертной казни, да? Да. А это правда, что вы занимались людоедством? А это правда, что вы занимались людоедством? Людоедство было самим задуманным потерпевшим, которого убили. Людоедство было действительно у моего подельника. Я с ним все показания разделил упором. Из материалов уголовного дела. Отбывая наказание в колонии строгого режима, у Маслича возникло желание перевестись в другую колонию из-за слишком строгих условий содержания. Маслич решил убить одного из осуждённых и таким образом добиться своей цели. Для этого он вступил в преступный сговор с другим заключённым. В ночь с 27 на 28 июля 1994 года, около 24 часов, разбудив спящего Дзюбу, Маслич накинул ему на шею заранее приготовленную давку из матерчатой ленты и начал его душить. Чтобы Дзюба не вырвался, другой сокамерник удерживал его за ноги и руки. Когда Дзюба был задушен, Маслич вскрыл его брюшную полость лезвием бритвы и его подельник вырвал рукой сердце и печень, которые они сварили в бачке над унитазом, запалив в виде факела скрученные в жгут одеяло и часть одежды Дзюбы. И съели часть содержимого. Вот такая история. За это Маслич теперь до конца дней, как и другие осужденные, будет вот так передвигаться по коридорам тюрьмы. И даже на прогулку выходить с завязанными глазами. Это необходимая мера предосторожности, чтобы заключенные не могли ориентироваться на территории колонии. В Черном Дельфине прогулочные боксы расположены на крыше тюремного здания. Выше по этой лестнице поднимается только охрана. Ведь и во время прогулки заключенные находятся под постоянным контролем. Прогулочную камеру тщательно осматривают перед каждой прогулкой. Дежурная камера! Есть, дедача? Есть, дедача? Только в закрытой камере с заключенных снимают наручники. Дежурная камера! Наручники! Свободная рука вперед! Открытие ладонью вверх! Дежурная камера! Только так! И вчера! И сегодня! И завтра! Дежурная! Преступили проволоки! Есть! Даже во время прогулки, кроме неба и стен, заключенные не видят ничего. Полная изоляция. Кажется, что такого можно достигнуть лишь на необитаемом острове. Но тюрьма расположена в самом центре городка Солилецка, небольшого населенного пункта Оренбургской области. С крыши тюрьмы хорошо видны соляные озера, сделавшие знаменитыми эти места, и предприятие по производству поваренной соли. Именно целебные озера превратили райцентр с 30-тысячным населением в знаменитый курорт, пользующийся большой популярностью. Местные жители утверждают, что по концентрации соли их озера превосходят даже Мертвое море. В местном музее подробно расскажут об истории города. Вот как гору Тустюбе называется, соленая гора, вот ту, на которой изображена на картине, разобрали на комки, стали вглубь углубляться при добыче соли, образовались котлованы, которые там показаны. И вот в 1906 году речка Песчанка, которая течет по территории нашего Солилецка, она бурно разлилась, разлив реки Песчанки в 1906 году, то есть 102 года назад. И вода попала в эту яму, в выработку. Таким образом образовалась соленка. Вот и мешками спасали, видите, соленое озеро. Мешками спасали. Вот соленая стена. А это вот, это фотография, посмотрите, это начало, где-то 30-е годы, 20-го века, потому что есть церковь большая. И вот эта выработка, вот смотрите, это выработка, где карьерным способом добывали соль, а это уже шахта. И вот это до 6-го года, потому что здесь озера еще нет. Вот она, речушка течет. Озера еще нет. А у вас нет на диске-то этого всего? Нашлись видеоматериалы и на диске. В 1869 году в Солилецке была учреждена каторжная тюрьма. Арестанты как раз и занимались разработкой каменной соли. Добывали ее из глубоких шахт. Производство считалось вредным. Но соль ценилась всегда. Производство ее сохранилось и до сегодняшнего дня. Однако нынешние заключенные не имеют к этому никакого отношения. даже не верится, что это праздничная, вальяжная, неторопливая жизнь протекает в двух шагах от тюрьмы полной горя и слез. Можно вас спросить, а? Вы местные жители, да? Да. Вот никак не смущает, что вот рядом с вами в городе находится такая колония для особо опасных преступников? Нет, абсолютно. Жить не мешает никак? Нет. Не думаете, что это может убежать? Нет. Уверен? Ничего этого, ни города, ни курортников не видят заключенные, которые приговорены пожизненно находиться в этих стенах. Для них весь огромный мир сжался до размеров тюремной камеры и прогулочного бокса. Наша шестая колония на сегодняшний день крупнейшая для содержания осужденных по жизни лишения свободы. С лимитом наполнения 931 человек. Сейчас лимит почти исчерпан. Да, в настоящее время мы укомплектованы полностью. А есть вот какой-то особый контингент, который уже направляют? Вот лично, например, от Белого Лиги, или там острого Огненный? Ну, начнем с того, что здесь находятся все осужденные за убийство. А в отношении каких-то особенностей я бы не выделил, что здесь чем-то мы отличаемся от других исправительных учреждений. В количественном отношении, да, в качественном составе, я думаю, наверное, все-таки одинаково. Здесь есть осужденные за преступления, совершенные на бытовой почве. Это убийство. Есть сексуальные маньяки, совершившие также убийство несовершеннолетних. Есть два осужденных, допустивших акты людоедства, каннибализма. То есть вы считаете, что все-таки вы обижены судьбой? Ну, немного в медицине теперь разбираюсь. В детстве у меня просто был мозг болен. Я сын алкаша, наркомана. У меня просто замороженный мозг был. Алкоголик и наркоманы? Да, в школе я не учился. С дома тоже не жил. Любые требования я уходил в сторону. Мне это не нравилось. Мне там легче было одному где-то. Также в колонии что-то не так. Где-то я грубил, где-то меня провоцировали. В общем, так и получалось. А какие вот здесь самые радостные моменты жизни? Что здесь самое такое для вас приятное? В той ситуации, где вы находитесь? Такого тоже нет. Только вроде сутки лежа журнал читать или газет. Мы просто устаем. Я вот сидеть, например, долго не могу в камере на лапочке. У меня болезни почки. Копчик отбитый. Я сидеть не могу. На ногах тоже. Я быстро теряю силы. А прилеж нет возможности. У нас постоянно нервоза. Постоянно. Если еще сокамерник такой неуживчивый, постоянно ругань, какие-то косые взгляды. А одному просто с ума сойти. Я вот два месяца недавно сидел один. Я смотрю, уже сам с собой разговаривать начал. В камере содержится два человека. За время дежурства в прошеде не допущено. Санитарно-санитическое состояние камеры вручного игры. Жалят вопрос о заявлении к администрации нет. Внимание! 18-й пост. Расход. Подобные мониторы, они в каждом году имеют? Да, на каждом посту имеются такие вот мониторы. Камера ведет наблюдение осужденных, установленных в камерах. Позволяет постоянно вести за ними наблюдение. Круглосуточно. Круглосуточно ведет за ними наблюдение. Также вот общий план мы сейчас видим. Все 8 камер на данном посту. Это все камеры, которые вы сейчас выконтролировать должны, да? Да. На данном посту находятся 8 камер. Вот мы их все видим. Также имеется возможность просмотра индивидуально каждую камеру. камера номер 170. Один осужденный передвигается по камере, второй читает. Никаких нарушений нет? Никаких нарушений нет. Осужденный по форме одеты. Камера 171. Также вот один осужденный за столом читает. Второй производит он, протирает отсекающую решетку. Вот камера 172. Также один читает. Второй передвигается. Осужденный молится, видимо, человек. Да, осужденный молится. Библия у него. Основная масса осужденных, старшинств, верующие. У него икона в камере? Да, им выдаются маленькие иконы бумажные. Приобретают они там. Через родственников, посылок, передач. Опять же, пластмассовые, деревянные, с целью безопасности не выдаются. На бумажной основе. Вот так круглосуточно контролируются все отбывающие наказания. Мы захотели встретиться с еще одним заключенным из камеры номер 221. К нам привели человека, который только в феврале 2008 года был осужден на пожизненное заключение. И который больше всего боялся попасть сюда. Это правда, что вы в этой колонии работали в отряде хозяйственного обслуживания? Так точно. А когда же так произошло? Вы же видели, в каких тяжелых условиях здесь находятся заключенные? Я видел и сам себе несколько раз даже говорил, не дай бог что-нибудь случится. Только больше вообще ни головой, ни руками, ни ногой никуда. Вы же признаете, что убили твоих человек? Признаю, я ни от чего не отказывался. Я все им рассказал, все показал. Ничего не от чего не... Ну там получилось так, вы понимаете. Я вообще думать не думал, знать я их не знал. И она меня университет с этим топором. И я вот просто на нее глядю, посмотрю. Если бы я не успел вернуть, они меня просто там зарубили, порубили на куски 200%. Но я об этом ни о всем не думал. Мощалкин Николай Степанович, 1953 года рождения. Виновен в совершении убийства двух человек и приготовлении к убийству одного человека. Здесь не говорится, как он совершил эти убийства. Вслушайтесь в его слова. Я беру мешок ее, ее голову. У меня уже перекрыл, я уже не соображал, что делал вообще. Вот этим топором я отрубил голову ей. И понес к этому Чугурову, который все замутил с этим домом, который хотел продать у меня, который мне все поднимал, к нему, вот с этой головой. Я знаю, когда здесь полтора года был, я тут смотрелся на все это, знаю, как сейчас. Зачем? Я не хочу. Нужно ли здесь что-нибудь комментировать? Какая-то жизнь. Сам себе все перетеркнул. Все специально, все вот так вот сложилось, затохо стало, понимаешь. Документы есть, там все записано. Вот такие узники отбывают пожизненный срок в каждой камере черного дельфина. Просто я уже с детства был готов к тому, что должно было произойти. В детстве у меня просто был мозг болен. Я сын Алкаша, наркоман. У меня просто замороженный мозг был. А в школе ты наркоман? Да, в школе я не учился. Скорее больше виновата улица. Сейчас-то я на это смотрю уже. Неужели это я такой вот вопрос задаю? Как же так и почему? Из колонии они уходят только сюда, на кладбище. Их хоронят под номерами, чтобы никто не мог отыскать могилу, осквернить ее или тихо всплакнуть. По ЛС. Пожизненно лишенной свободы. По ЛС. Номер 58. Вот и все, что остается от человека, который не захотел жить по людским законам. Субтитры создавал DimaTorzok